всем доброе утро сегодня у нас пятница 29 марта приготовила завтрак снова лаваш яйцо внутри сыр бутерброд и много зелени кофе всем приятного аппетита хорошего рабочего дня люсечка моя хорошая девочка вот так вот так мы разрешаем гладить себя да вот так фиксик но с чем ты пришел затем ты пришел иди на место иди пока на место я не знаю слышно вам или нет она даже немножко мурлычет хрюкает вот такая леся хорошая девочка вот такая лисичка вот такая красивая девочка обалдеть вот так разрешает гладить себя только что травой накормила их всех это прям как наркотик да скажи вот я люблю травку очень люблю травку уже надо попоны снимать а я вот переживаю когда не будет попоны она будет себя уверенно чувствовать и будет пытаться сбежать из клетки а может быть и не будет давать себя гладить не знаю как она поменяется у нее отношение к миру или нет потому что сейчас она еле-еле передвигается кексик пришел к ней вот кексик пришел хочется скажи на уличку да на волю хочется сколько же я тут буду сидеть а он это ее так жалко не могу или осечка ты будешь с нами со всеми дружить а я бы тебя уже давно выпустила зайка моя хорошая ты будешь дружить тебе можно будет потом взять на руки а я думаю я думаю так я думаю ну я думаю просто что я думаю это валяется я думаю я думаю сцены а По-моему, она вообще сдалась, ребят. Я ее чухаю. Чухаю. Тут еще, наверное, марля лежит, такой бобон. Ну да, что-то тут лежит. Тут марлю это достать, что ли. О! Тебе лучше без нее? Смотри, как у тебя тут хорошо. Ага, вот шелчок я слышу. Она мне даже это дает чесать. Вот так, вот так. Вот так. Не бойся, все нормально, все под контролем. Что там случилось? Сразу рычит, рычит, что там случилось? Завалили горшок. Кто-то неуклюжий писал или какал. Да? Твоя вот эта запчасть? Запчасть твоя? Да не надо это облизывать. Не надо это облизывать. Так, пойду посмотрю лишь, что там случилось. Всем еще раз привет. Привет. Мы сегодня с Сонечкой вдвоем. Ну, с животными, конечно же. Леша на работе. Сегодня очень большой у них заказ. По-моему, больше двухсот человек. И долго. Там до восьми вечера. Завтрак, две кофе-паузы, обед. В общем, много работы. Он сегодня в шесть-пятнадцать уже выехал из дома. Учитывая, что в три, наверное, или в четыре была тревога. Мы током так плохо спали. Тяжелое было утро. Мы с Соней решили не сидеть дома, а прогуляться. Покуда, конечно, не очень, полдня был дождь. Сейчас, кстати, немножко распогодилось, выглянуло солнышко. Хотим поехать в республику, походить, посмотреть, может быть, что-то купить. Ну, и вам покажем. Спокойно, не спеша, вдвоем, походу. Я хочу вам показать сегодняшний свой мейк. Как я накрасила глаза, если видно, конечно, чтобы не мутно было. Использовала вот эту палетку, которую Соне дарила. Сейчас покажу, какой цвет. Внизу подвела зеленым карандашом и использовала зеленые тени. Вот этот тон. Подводка у меня есть зелененькая. И вот такая у меня есть подводка. Красивый зеленый цвет. Ну, а вверху, как обычно. Светло-бежевым нанесла практически на все века. Под брови более светлым, практически белым цветом. В углу коричневым. И коричневая подводка. Фломастер, моя любимая. Покажу вам еще раз ее от Глэмби. Второй номер. Обалденная вообще. Она мне очень нравится. Вот такие глаза получились. Мне нравится. Все. Отправляемся провести хорошо время с ребенком. А какое небо черное. Вообще. Мы с Соней доехали на М2 до станции метро Теремки. И идем теперь пешком к Республике идти 16 минут. Вау, какое небо красивое вообще. Класс. Уже начинается? А мы зонтик не взяли. Ха-ха-ха. Ну да. Красиво. Красиво, да. Красиво. Я не знаю, видно конечно или нет. Но я решила это заснять. О, вот тут вот хорошо видно. Вау. Сейчас такой, мне кажется, ливень будет. Обалдеть. Все черное. Все черное. А нам, Соня, ничего не страшно, да, Сань? Да. Мы смелые девчонки. Да, что даже тушь не водостойкую накрасила. А ну да. Да выходи туда, нормально будешь. Вдруг. Охереть. Ни хера себе. Это град. Еще больше пошел? Да. Ну и первый магазин, в который мы зашли, это, естественно, книжный магазин. Соня хочет купить вот эту книгу. Много о ней читала. Значит, будем брать. Она очень интересно оформлена. Смотрите, какие тут, во-первых, срезы, какой классный. Книга для старшего школьного возраста. Смотрите, как тут прикольно. Смотрите, какие тут. Как будто вырезки из каких-то статей, журналов. Крупный шрифт. Вот, смотрите, какая классная идея для подарков. Вы дарите вот такую бутылочку, очень красивую. Что остается сделать? Добавить 300 мл джина, настоять 24 часа, размешать, отфильтровать, додать, добавить тоник или апельсиновый сок и пить. Представляете? Какой тут состав? Кориандр полуныця, корица перец, цедра апельсина, колеровый цукор и бармак. Елена Алексеевна, было премио-устар, вам забыли вручить. Вау! Это нескромно. Или вот, или вот какой, смотрите. О, это Лёша бы заценил, конечно. Сюда водку нужно добавить. Вот, пока бы выпил. У меня какие-то тут интересные всякие виды. Ой, Лень, какая голубенькая. Это типа голубая лагуна. И тебе это и пить надо. Да. Я думала, это как пакучка такая. Нет. Просто настаиваешь, и получается напиток интересный. Для подарка прикольная идея. Ну да. Классно. А сколько стоит такое удовольствие? 350. 350. 350. 350, нормально. Ну да. Баночки с побожаньями. Вкусняшками. Ну какие, люди, аныки. Мда. Уш. Боже. Боже. Мы бы всё с тобой здесь купили бы, да? Да. Какая красота. Убалдеть. Шнурочки. Вот ленточки. Блестящие. Класс. Под браслетики делать. Цветочки. Ну вот красиво. Лень, как можно только разукрасить и всё. Угу. Ну да. Зашли в Еву Бьюти. Какой тут обалденный выбор масок, ребята. И много, кстати, по акции. Вот, пожалуйста. 22,99. Вот корейские маски по 35 гривен. Такие всякие. Цены вообще доступные. Вот уже какая-то. 22,99. Рисовая. Интересная. Я тут уже чуть-чуть повыбирала. Себе, маме. И взяла свою любимую пудру. Тон 0,5. Сейчас тоже на неё акция. 265 гривен стоит. Видите, какой красный цвет. Тон 0,5. А что это такое-такое красивое? Это помада такая? Майсайдвайт. Ага, обалдеть. Вот этот цвет. У вас бабушке такую взять? Не знаю. Бабушка шлёбит. Её надо ещё уметь носить такой цвет. Ну, бабушка шлёбит красные помады. Это лялька как раз. Красота. Вкусно. Такие новые помадки. Цена? 189 по скидке. А вот этот, кстати, да, цвет. Вот возьми его. Вот этот? Да. Ну, мой феверит. Это он же? Да. Ну вот, это пробники всё. А это именно сами они. А 708 возьми, вот этот розовый был. 708. Ну вот, ну сейчас, я думала, будет... Да, такой малиновый. Угу. Только более. Интересные помадки. Хорошо, что тут есть вот эти вот тестеры. Не надо вот это огадать, каким он видит. Согласна с тобой. Вот, глянь. И вот тоже такая же. Да. Вот просто прозрачная письма. Угу. Так, это у нас что такое? Это липплос. Да. Пробничек. Это блыск бальзам. Да. Вот есть такой розовенький, сейчас я его намажу. Такой он. Липкий, да? Да. Ну, конечно, это липплос. А это вот этот вот. Нет, не сказала, что он очень липкий. Да? Угу. А такой можно прозрачный на любой цвет помадить. Ой, пахнет так. Ммм, вкусненько, кокосовым, да. Угу. Слушай, какой у вас. Угу. Тут два вот этих оттенка. Розовый, холодный. 154. Отличная цена. Ммм. Суня, вечно, как надеться какую-то красивую. Да. Ммм, болтненько. Это что такое? Подводка. А, то для красоты? Да. Угу. У меня ручки в школе были такие. Ммм. А палетку вот эту покажи. Это ко дню святого Валентина вроде бы. Красивая. Угу. А большая открытая или закрытая? Я думаю, открытая, потому что вижу, она запачканная. Запачканная. Это румяшки, хайлайтеры, скульптор, это бронзер. Бронзер, да. Вот здесь бронзер. Это скульптор, румяна и хайлайтер. Интересно. Зашли в Нью-Йоркер. Я уговорила Соню примерить комбинезон джинсовый. Сейчас посмотрим, подойдет ей или нет. Нашли XS размер. Сейчас посмотрим. Прикольно сделано. Возле примерочных есть пуфики для уставших родителей. А ну, задом. Ну, Лянька классная. Если ты будешь на каблучке, чуть-чуть. Не, ну, тут и сильно поднялась. Не знаю, мне нравится. Прикольно. Под эту твою рубашку черную, все будет прикольно смотреться. Красивые сумочки. 700 гривен. Светленькая, аккуратная, красивая. Казачки. Очень красивое платье. Какое летнее классное. Пища. Ой, ткань такая обалденная. Супер. Ну, мы с покупочками. Соня, ты довольна? Очень. Ура. Я рада, что ты довольна. Ана, дай который час. Восемь. Да. Мы еще ходим, да? Идем? Идем? Да. Пойдем. Мне всегда нравились вот эти майки. Качество бомба вообще. По 300 гривен они. Базовая черная кофточка и белая такая есть. 449 гривен. 449 гривен. Такие тоненькие, классные. Тоже интересная модель. Спортивная кофта, да? Казалось бы, такой. Оверсайз. А на рукаве кружево выбитое. Ну, вышивка. Интересно смотрится. Молочный цвет. А цена 1249. Такие красивые туфельки. Маленький кабачок. Острый носочек. Стоит 1249. На резиночке. Красивое украшение. И серьги мне эти нравятся тоже. Ну, тоже интересные, кстати. Очень интересные. А где цена? Найдет цену. 379 гривен. Нормальная цена. И они не тяжелые, легкие. Да, такие. Пиджачок прикольный. А вот такие бежевые есть. Тоже красивые. Классная, кстати, сумка. Веган. Стоит такая сумка 1399. Саня говорит, сейчас балетки опять вернулись в моду. Они такие легкие вообще. Они ничего не весят. 559 гривен. Они по типу как Шаней придумала. О, и очки какие. Боже, боже. А это имитация. Жемчуга. Тоже сейчас модно. Ух ты. Интересная модель кабана. Какая красота. Вообще, качество обалденное. Почти 900, да? Да. Бомба. Шикарная сумка. И еще такие очки. Зара в процессе открытия. Уже все расставили красиво. Это мужской отдел. Женский мы уже пришли. Скоро будет открываться. Какой красивый магазин сделали. Вот это бобика. Солодощи. Мармеладки, конфетки, дожилейки. Натуральные. Мой любимый оазис. Я всегда его снимаю, когда мы сюда приезжаем. Класс. Красота. Так, неужели мы сели, Сонечка? Устали ходить. Сделали заказ в салатерий. Такие красивые у них пакетики. Розовенькие. И заказали, как он называется правильно, до... Донор. Донор, да. Я заказала фиш с красной рыбкой. А у Сони с курочкой. Как понять, где какой? По запаху. Нюхай. По запаху. Наверное, вот тут рыба. А, ну. Или нет? Я не знаю. Вот, да, чикен будет помечено. Ага, все серьезно. А это фиш. Так. Сейчас будем смотреть. Мы еще такой уютный диванчик нашли. Соня, молодец. По ценам. Фиш донор стоит 169 гривен. А чикен 159 гривен. По 210 грамм в этом доноре. Надо вот так отрезать. Соня, ваше впечатление или пока непонятно? Пока непонятно. Пока непонятно. Здесь есть айсберг, огурчик, рыбка, лосось и соус. Невкусно. Невкусно. Курица не положили тебе, Соня. Да что-то. Фу-то нормально. Ммм. Типа. 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 Сочно. Вкусно. Ммм. Ммм. Прикольно. Приятного аппетита, Соня. Тебе тоже. Спасибо. Какая красотень. Какие зайцы классные. Ммм. Вообще. Обалдеть. Колечки. Это просто? Наверное. Это, наверное, свечка. Нет, вот эти зайцы все шикарношные. 849 гривен. Свечка. Подушечка. Подушечка не очень. Красивая, да? 129 гривен. Ммм. 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 Сейчас. Такой зайчик. 219. На стол. Сколько они стоят? 20 гривен. Нормально. Зайчики тоже красивые. Тоже взять такую. Ммм. 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 Да, красивая подставка для фруктов и овощей. Ну вот, тоже красивая. Тоже 20 гривен. Класс. Ммм. 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 А, смотри, Сон, какая морковка. Ммм. Класс. Морковка с зайчиком. 219. А это что? Это что? Подставка. Для чего? Для телефона. Для телефона. Фомхолдер. Сколько стоит? Это прикольно. Это свечки, да? подставка под что-то подсвечник это уже декор красивый сколько тюльпаны стоит? тюльпаны 169 появление тюльпы да и он тюльпы и он тюльпы видит? ну да прикольно гардины красивые а это наволочка или что это? на подушку наверное ну да кстати уже тебе взять такую на твою подушку я не знаю размеры ты помнишь подушки свои? понятно ну у нас дома такая была да на чай это нужно есть чашку у нас чашек сегодня дома миллион ну да аккуратно зашли в сельпо а здесь тоже все уже к пасхальным праздникам ой красиво как все ярко класс и салфеточки и корзинки яркие такие вот красивые корзиночки супер да 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 девчонки вы мне написали в комментариях что в сельпо продаются такие конфеты ну раз мы уже в этом магазине а в розетке Леша еще не заказал берем берем ну что две счастливые девушки возвращаются домой сколько уже? полдесятого вот это мы загуляли класс дождик закончился слава богу но так прохладно на улице мы с покупочками не все вам показали поэтому дома приедем покажем все идем домой